Спасибо за доверие, за приглашение. Со своей стороны хочу поприветствовать всех коллег на дебюте Павла Васильевича в этой клинике. Хотелось бы пожелать, чтобы эта клиника и это мероприятие стало традиционным на протяжении многих лет. Общество у нас достаточно такое тропное к тому, чтобы мы встречались. Мы всегда ищем, и предыдущий докладчик говорит о том, что не все вопросы решены и много надо найти. И в продолжении противоопухолевого лечения, онкологического применения эндоваскулярных методик, мы хотим представить наш небольшой опыт работы с мочевым пузырем. Рак мочевого пузыря, собственно, достаточно распространенное онкологическое заболевание у мужчин и у женщин. И в возрасте после 70 лет практически достигает, после 60 лет достигает практически 80% населения. Эта проблема, она по большому счету полностью рассмотрена урологическим сообществом, онкологами. Но тем не менее, на сегодняшний день сохраняется риск, достаточно высокий риск рецидивирования при комбинированном лечении данного заболевания. Что, собственно, привело нас к тому, что попробовать задуматься о решении или о возможном подходе к осмыслению этой проблемы с точки зрения эндоваскулярной технологии. Итак, по классификации опухоли, злокачественное образование мочевого пузыря, условно, делится на инвазивные и неинвазивные. Инвазивные раки мочевого пузыря, они все ограничены уротелием. Инвазивный рак мочевого пузыря – это уже поражение мочевого пузыря, поражение всех слизистых. И, соответственно, он градируется в зависимости от степени поражения мышечной стенки, выхода опухоли в окружающую жировую клетчатку. Собственно, и отсюда выстраиваются все технологии, все схемы и все подходы противоопухолевой терапии. В международных рекомендациях НССН прописаны все тактики, которые применяются при лечении рака мочевого пузыря. И вот, к примеру, вторая стадия, которая предполагает применение неоадъювантной химиотерапии с последующей либо резекцией мочевого пузыря, либо цистектомией. Повышение стадии уже до трех, то есть это уже практически до распространения опухоли на большую часть мышечного слоя мочевого пузыря, а также появление региональных лимфоузлов. Она также предполагает применение неоадъювантной химиотерапии с последующей цистектомией. И, соответственно, более высокие стадии, которые связаны с прорастанием всех слоев стенки мочевого пузыря, а также поражением уже не только региональных, но и отдаленных лимфоузлов, они также предполагают лекарственную терапию, которая является основным методом лечения рака мочевого пузыря. На сегодняшний день пятилетняя выживаемость при инвазивном раке, мышечно-инвазивном раке, достигает, не превышает, она уже снижается прогрессивно со второй стадии до третьей стадии. То есть с 80% до 30% – это уже вот та динамика, которая говорит нам о том, что вмешательство именно или оптимизация вариантов лекарственного лечения, противоопухолевого лекарственного лечения у пациентов с инвазивным раком может низко увеличить пятилетнюю выживаемость у пациентов с данными поражениями. Проведенное исследование, большое исследование, которое было представлено в 2021 году на ЭСМО, основывалось на результатах сравнительного анализа проведенной системной химиотерапии практически у 500 пациентов. Сравнивали две схемы – МВАК, которая предполагала введение метатриксата венбластина, двухсорубицина, цисплатина, и схемы гемциз – это цисплатин и гемцитабин. Две всех больных системно лечили по двум схемам. И, собственно, мы видим на приведенных графиках, что время до прогрессирования гораздо выше было при использовании схемы МВАК. Также преимущество схемы МВАК было представлено и в общей выживаемости, а также безрецидивной выживаемости у пациентов. Собственно, данную схему МВАК представлена, она была как более приоритетной, однако в ней отмечались некоторые достаточно высокие токсические проявления, токсические осложнения. Также не нейротоксичность, а была очень высокая гематологическая токсичность, которая, собственно, не позволяла в ряде случаев доводить схему лечения до конца в полноценной дозе. В связи с этим мы разработали и утвердили в нашем институте протокол, целью которого было улучшение отдаленных результатов лечения у больных смыслно распространенного мышечного инвазина у рака мочевого пузыря. В задачу входила оценка эффективности предложенной схемы предоперационно-лекарственного лечения и сопоставление результатов с применением региональной химиотерапии и системной химиотерапии у больных рака мочевого пузыря. Включались в данный протокол пациенты, которым было впервые диагностировано опухолевое поражение мочевого пузыря. Гистологически это была уротелиальная аденокарцинома. В анамнезе больные были не предлечены, пациенты были сохранны. Сохранны по общему состоянию, по гематологическим показаниям. То есть пациенты были сохранны без нарушения выделительной функции почек, а также с компенсированными показателями функции печени. В исследование было введено 30 пациентов, пролечено с внутриартериальной химиотерапией, которая предполагала 3 курса неодевантной внутриартериальной химиотерапии с внутриартериальным введением сисплотина и гемзара. И 30 пациентов, которые делали 3 курса системной химиотерапии. При прогрессировании после проведенных 3 курсов пациенты либо переводились на вторую линию терапии, при достижении объективного ответа пациентам выполнялось хирургическое лечение, либо повторно продолжалась лекарственная терапия. В итоге пациентов в группу было включено вторая стадия Т2, 11 больных для внутриартериальной химиотерапии и 26 больных для системной химиотерапии. То есть преимущественно мы на системную химиотерапию отдавали пациента с более низкой стадией. Также и по лимфоузлам. Практически все больные, которые отбирались для внутриартериальной химиотерапии, имели поражение лимфоузлов. Цисплатин и гемцитабин вводились, соответственно, в дозах 75 мг на метр квадратный и гемзар вводился в дозе 1000 мг на метр квадратный. Средний возраст пациенту был 69 лет. Данная методика была запатентована. Итак, по результатам того, что мы получили. Из осложнений, которые были нами отмечены при проведении внутриартериальной химиотерапии, они сахарактеризовались лишь диссекциями, которые встречались, поскольку, в принципе, это была ожидаемая история. Пациенты были в возрастной категории. И диссекции при категоризации артерий встречались у нас у пяти больных. В остальном, профиль токсичности, который был, он практически не отличался от системной химиотерапии. Это казалось и анемией. При нейтропении она была более низкой, конечно, в группе в интерартериальной химиотерапии, но это недостоверно. Я думаю, что при большем наборе пациентов, я думаю, будет более достоверная информация. Собственно, мы даже не ожидали какого-либо отличия по токсичности от системной химиотерапии, потому что у нас, по сути дела, она должна соответствовать. Мы не изменяли дозировки, мы не меняли общую дозу препарата. И соответствие, и ожидания, и методы профилактики, которые могли быть применимы, они были в полной мере развернуты, так же, как и при системной химиотерапии. Количество курсов для внутриартериальной химиотерапии в основном потребовалось в большей степени 3 курса, так же, как и при системной. Но некоторым больным использовалось дополнительные 3 курса лечения для достижения объективного результата. В результате частичный ответ получен у практически 60% в группе системной внутриартериальной химиотерапии и у 80% в группе системной химиотерапии. Но вот с полным ответом мы получили гораздо более высокие цифры полного ответа в группе внутриартериальной химиотерапии, которые практически в половину превышали те результаты, аналогичный результат в группе системной химиотерапии. Всем пациентам, которые были включены в исследование, после проведенного неодеванта проводилась циспростат-визикулэктомия. По результатам циспростат-визикулэктомия мы видим, что после пациентов, которым в неодеванте выполняется внутриартериальная химиотерапия, практически более половины отмечался лекарственный патоморфоз 3-4 степени. Это практически полное исчезновение опухоли после проведенного лечения. Тогда как после системной химиотерапии практически все пациенты отмечались либо первой степени лекарственного патоморфоза, либо это была вторая степень лекарственного патоморфоза. Достижение четвертой степени и третьей была крайне низкой. Такие же, собственно, ответы мы и отметили при сравнивании, анализе годовой выживаемости послесистемной и внутриартериальной неодевантной химиотерапии в комбинированном лечении, что также выражалось примерно в 30-процентном преимуществе по результатам однолетней выживаемости в группе с внутриартериальной химиотерапией. К выводам. Можно ли пока на данном этапе сделать следующие выводы, что профиль токсичности достоверно ниже в группе внутриартериальной химиотерапии, но опять же, соваясь на то, что пациентов в группах не очень много, но могу точно сказать, что повышение или токсичность внутриартериальной химиотерапии к профилю пациента в комбинированном лечении она не добавляет. Это однозначно. Частота полного ответа при применении внутриартериальной химиотерапии значительно выше в группе внутриартериальной химиотерапии, а также, в общем-то, тот патоморфологический ответ после неодевантной терапии оказывает и отдаленное влияние, влияние на отдаленные результаты. Это выживаемость без прогрессирования и однолетняя выживаемость, которая была в нашей группе проанализирована, но, опять же, время прошло немного, группы до сих пор по настоящий день набираются, и те результаты, которые будут уже нарастать, они предполагают более полную статистическую обработку. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.